Китай, который рекламирует Восточный Туркестан как туристический рай, использует все средства, чтобы обмануть международное сообщество, изменить его восприятие и использовать его в качестве инструмента для своей лживой пропаганды. Для того, чтобы ввести в заблуждение восприятие африканского народа об уйгурском вопросе и вести лживую пропаганду Зумрат Обул, марионеточный чиновник из Постоянного комитета собрания народных представителей Синьцзянь уйгурского автономного района в Восточном Туркестане, возглавил синьцзянскую группу дружбы и обмена и организовал визит в ЮАР и Сенегал в период с 4 по 9 декабря. Доклад о нарушениях прав уйгурских женщин за 2023 год подготовленной организацией из Туркестана Human Rights Watch был опубликован в Стамбуле по случаю Всемирного дня прав человека 10 декабря. Комментируя доклад, генеральный секретарь Human Rights Watch по Восточному Туркестану Абдул-Хагед Удун дал интервью Радио Свобода. Абдул-Хагед Удун сказал, что этот доклад включает в себя 11 вопросов, в которых уйгуры страдают от нарушений прав. Этот доклад публикуется и распространяется на трех языках турецком, арабском и английском. В 35-страничном докладе подчеркивается, что права уйгурских женщин серьезно нарушаются и что уйгурские женщины вынуждены бороться за свою свободу. Делегация Международного союза НПО Восточного Туркестана, которая с 8 декабря совершает серию визитов в Малайзию с целью укрепления всех видов сотрудничества между делом Восточного Туркестана и двумя братскими общинами, встретилась с премьер-министром Анваром Ибрахимом. 14 декабря делегация встретилась с премьер-министром Малайзии Датуком Сири Анваром Абрагимом и представила досье об ожиданиях народа Восточного Туркестана от правительства Малайзии и систематическом геноциде мусульман в регионе со стороны режима Коммунистической партии Китая. В то время как китайская экономика замедляется из-за растущих рисков, китайский режим продолжает эксплуатировать природные ресурсы Восточного Туркестана, открывая в этом году шахты в рамках так называемого проекта «50 зеленых рудников» в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, чтобы удовлетворить предложение. Согласно сообщению на сайте китайской пропагандистской сети Танрыда, отдел природных ресурсов Коммунистической партии Китая объявил список третьих типов участков зеленой добычи на уровне так называемого автономного района, предоставляя субсидии различным горнодобывающим проектам с начала этого года. В список вошла 31 шахта, в том числе промышленная угольная шахта «Панзинь» компании «Гюльджа Йонг Нин Коал» и «Кемикал Коал ТД». Министерство обороны Южной Кореи выпустило предупреждение посольствам Китая и России в Сеуле о китайских и российских самолетах, входящих в корейское поле противовоздушной обороны и опознавания. В письменном заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что вчера два китайских и четыре российских самолета вошли в Кадис к северу от острова Улын. В Пекине завершилось первое заседание совместного трехстороннего комитета Саудовской Аравии, Китая и Ирана, в котором приняли участие министр иностранных дел Китая Ван И, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид Аль-Экстер и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багири. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступила с письменным заявлением по итогам встречи. Соответственно, были обсуждены позитивные результаты, достигнутые в двусторонних отношениях в результате соглашения между Ираном и Саудовской Аравией об улучшении отношений при посредничестве Китая.